здравствуйте любители l2r у нас сегодня вышло очередное обновление и давайте смотреть значит первое что нам добавили на добавили нового полевого босса называется он балрок ну вот у него полнаград который с него может упасть в том числе и метки есть еще жетоны авангарда есть и темы на ztr но в отличие от предыдущих боссов там не было жетонов авангарда в этом здесь они появились ну что могу сказать по боссу когда стартанул игра в 10 утра после обновы удовольна приличное количество народа там собралось на боссе ну довольно быстро его убили в принципе не ну и конечно так быстро как предыдущих боссов но довольно таки тоже неплохо получилось ничего особенного принципе в нем нет ну разве что из интересного у него нет атрибутов никаких и плюс еще он сжигает ману чего раньше я не замечал у других полевых боссов ну тоже кстати довольно таки забавно вот но появляется он стандартно тут как бы никакого нововведения здесь нет дальше помимо босса что у нас еще нам добавили нам добавили новые коллекции морф они у нас находятся соответственно в трансформациях и вот здесь вот есть флиант наборов и вот там есть промотать вниз мы видим что тут добавили несколько новых коллекций суммарных 10 штук появилась вот ну туда довольно таки не жирненькие коллекции в плане того что то например нужно где-то вот на 15 лр к примеру ну понятно что она дает хорошие статы сразу же поэтому коллекции надо эти закрывать так и что у нас тут еще из игрового из игрового нам обновили магазин супер крепы вот и давайте сейчас покажу что там нового появилась в этом магазине но там в двух местах его можно смотреть это получается 1 у нас идет через магазин полей битвы по-моему это у нас находится монета супериона видим что нас добавили новый талисман но вернее как старый новый потому что его предыдущем обновлении уже добавляли только другом магазине теперь он здесь тоже есть добавили сундуки с фрагментами рун свитки точить книжки лаки да в принципе тут наверное все и плюс еще если открыть его через клан так нет не здесь магазин и тут тоже есть магазин супериона и здесь мы видим что добавили камень превышения лимита эмблема можно 1 месяц взять можно взять еще раз месяц камнями воскрешения но это которая вас тратится в начале вместо красных если вас убивают где-нибудь там насадок или еще где-то в поле вы прожимаете чтобы красные не тратились вы тратите эти камни плюс еще можно 1 месяц взять еще талик ну там собственно рандомные тут это закрывать и легендарные талики в надежде что повезет и выпадет на 57 процентов игнора либо снижение но тоже такое себе этим таликом уже 100 лет в обед даже у меня нету всех на 57 процентов то есть вот такой рандом как бы вот следовательно тут наверное все так значит плюс еще если кто-то вдруг не успел потратить у нас закончил шестилетие там были у нас ключи и бронзов золотые там серебряные ну принципе если вы их не потратили то поздравляю вы с ним сделать ничего не можете кроме как продать так и у нас еще пофиксили какой-то баг еще пытаюсь понять какой именно пишут что исправлена проблема за которой значение таким озор в области но мировой элитки 2 которая был немного выше чем предполагалось ну не знаю я там не стою мне как-то на нее пофигу поэтому если кто-то обратил внимание теперь собственно это понимаю там наверное не так сильно будут на выбить так давайте мы теперь квентом перейдем значит что у нас по ивентам значит ну закончил шестилетик я уже упомянул идет у нас сейчас ивент празднования нового полевого босса здесь есть у нас какие-то небольшие задания можно их посмотреть можно посмотреть награды вот тут собственно ну ничего такого особенного здесь нет тут башню герлисти пройти свитки закрыть и победить полевого босса вот собственно в принципе ничего сложного и финальная награда у нас будет талисман новый какой-то талисман видимо наверное такой же падает где-то еще мне кажется наверное падает как раз таки тоже с балку этого балл рога но он у него синего цвета и судя по статам идет на игнорирование снижение критерона пвп ну дадут его один раз то есть как бы ну какая-то так себе ни о чем награда так далее значит у нас еще появился летний ночной рынок фельдхейма нам на входе в игру далее билетики пять штук и я так понимаю эти билеты получается как раз только за логин и дают нет на не пять штук и дали двадцать штук как я понял да все правильно вот и тут можно эти билеты обменять в принципе здесь написано количество покупок то есть ну тут самое наверное ценно это можно один раз взять коробку но мы об этом чуть позже поговорим про как раз про донат когда буду разговаривать вернемся еще вот можно взять кубик лэрный кстати что тоже неплохо но правда тоже всего один банки можно взять эликсир лимитить плюс еще у нас есть точки ячейки кстати 10 штук можно суммарно будет забрать что в общем даже кстати неплохо вот ну корень тоже для эликсиров точки непосредственно подвески камни петов кстати пять раз можно будет тоже взять что тоже неплохо вону банки а п ну и дальше там уже по мелочи идет в принципе и тут на этом все но 14 дней я подозреваю вы если люди не будут так сказать филоне заходить ежедневно в игру то как обычно по традиции хватит на все чтобы все забрать как бы не париться так что у нас есть еще нового из ивентов а из ивентов то из ивентов у нас есть сундук удачи тут у нас по традиции нам когда мы покупаем коробки за красную с этим морфами которые сейчас мы перейдем нам дают вот эти ключи ключи мы можем обменивать на какие-то ништяки вот но то не так понимаю обновляются хотя вот тут смотрите вот здесь вот все уже выбрали как будет еще пять часов аж до следующего обновления ну сейчас просто люди очень сильно ждали те коробки с трансформы за красный красный у всех накопилось ключей у всех будет сейчас много и люди просто сейчас выгребают прям очень быстро все эти сундуки поэтому собственно это тоже ивент так и что тут еще у нас интересного ну и на пивентом тут наверное все и мы наверное теперь перейдем плавненько донатом значит что у нас тут по донатом ну наверное начнем самого главного самого важного нам наконец-таки ввели коробки с морфами но здесь вот как бы нас корейцы наебали но даже не то что не боли они короче долбоебы у нас в последний раз эти коробки вводили в марте в середине то есть четыре месяца назад и на тот момент эти коробки там были по-моему морфы начинались там то ли с 7 то ли с 8 и максимально там по-моему был то ли 11 то ли 12 я вот не помню точно но суть в том то что на корее эти коробки вводили каждый месяц и там получается были морфы то есть ну как бы минимальная начали там была восьмая там девятый там десятый там одиннадцатый ну и так далее тут мы видим что в них коробках они начинаются минимальные морфы с 12 то есть что ясный что р-нэй с 11 и серны с 11 и значит получается юэрн тоже с 11 и лэрны с 10 то есть если вам например нужны какие-то с на и там на 8-9 ирны там на 8-9 вы из коробок их не натягаете то есть тут прям мы так сканули коробки на сейчас прям идентичны тем которые сейчас идут на корее они сейчас тоже на корее есть как бы вот так вот разработчики сделали то есть такая на самом деле постава старые коллекции перезакрывать проблематично то есть тут нужно было как бы свое время либо из рулетки тягать точки которые там на 6 на 7 на 8 вот либо же как бы я даже не знаю копить какие-то билетное восстановление из них восстанавливать какие зафейленные морфы если у вас там были зафейленные там 5 6 как-то так делать либо же покупать собственно говоря паки которые сейчас тоже добавили там на новые коллекции потому что там нового коллекции есть том числе и 9 морфы которые из этих коробок не упадут вот ну либо точить но вы понимаете что точить с нуля как бы это прям такой себе совсем херовый вариант потому что опять же такие точек тут не напасешься даже если у вас их там больше там несколько там тысяч что все равно этого мало чтобы точить с нуля там какой-нибудь илэр вам нужна там илэр к примеру на 7 вот ну если вы даже будете через массовую точку это делать то там морфы твой не морфы а свитки тоже влетают только так поэтому такая подстава но с другой стороны тех у кого не было закрыто много морф на 10 13 15 из этих коробок ну кто копил красные довольно прилично можно честно тягать вот ну и так бы станутся довольно неплохо значит что тут еще у нас в плане непосредственно доната есть коробки вот такие вот за 30 баксов с билетами на которым ну куски билетов с которых можно при должной удачей собрать там как бы нормальные билеты там на восстановление морф и тут если покупать эти пакет все разом то вы получите еще дополнительно столько коробок там как бы тоже неплохо плюс у нас есть еще непосредственно с точками из билетами на восстановление любая морфы причем если вы тоже будете покупать эти пакет сразу по несколько штук, то вы будете получать дополнительные LR-ные билеты. Так, и еще у нас есть вот такие вот паки за 100 баксов. Здесь у нас есть морфы рандомно, которые могут упасть от 12 до 15 UR и от 11 до 15 LR. Ну, тут их две коробки, плюс здесь идет 10 коробок, вот как за красные. То есть, ну, если переводить это в красный, то тут еще, по сути, вы получаете как будто бы 30 тысяч красных. Ну, если посчитать эти коробки, потому что они 3 тысячи стоят, что тоже довольно-таки неплохо. Также в этих паках есть вот такие вот у нас душа трансформации, так называемая, которую, в свою очередь, можно накопить и поменять, например, на точку на 14. Но вы видите, что тут много, 160 штук, поэтому это прям такой вариант, который напоминает непосредственно с этими монетами. Вот были которые на шестилетие, где тоже там условно с 500 монет можно было взять точку, но это довольно проблематично их накопить, сами понимаете. Значит, что еще у нас по донату, давайте смотреть. Откроем, наверное, специальный магазин для начала. Нам тут добавили паки за деньги, само собой, с красными и синими. Плюс там еще в каждом паке идут такие вот эти как раз камни, души. Паков тут 3 вида. Причем по одному вот таку можно 1 раз в неделю покупать. Значит, вот этих можно купить аж 5 раз в неделю. И вот этих можно купить 5 раз в неделю. Соответственно, как раз нас разработчики подталкивают, чтобы мы покупали активно красные и синие, меняли синие тоже на красные, получали еще больше красных и меняли их, в свою очередь, на коробки с морфами. В рекомендуемых у нас добавился пак, который можно купить 1 раз, где у нас одновременно идет и плащ, ну, донатный плащ, и сразу же на него идет непосредственно узор. То есть, чтобы его сразу потом можно было точить. экономить его при этом здесь 50 баксов, потому что по отдельности это, как правило, стоило, или даже, по-моему, 100 баксов экономить, потому что, по-моему, отдельно стоил плащ, отдельно стоил узор. Ну, если кто-то хочет какой-то купить донатный плащ, его потом заточить, получить нужные статы, сейчас самое время. Дальше добавился у нас раз в неделю вот такой вот пак. По-моему, даже вы его немножко обновили, был уже похожий, но теперь у нас есть вот тут рандомно может упасть камень на артефакт от S до UR, плюс еще на выбор C до A, ну и 2000 с краба. Ну, кто у нас пробуждает артефакты, тоже довольно неплохо. Значит, дальше набор для развития. Добавился пак с кубиками. Я уже упоминал в одном из предыдущих обновлений, что нам практически одновременно скорее ввели дополнительные 4 лрных кубика в каждой книжке, но паки на эти лрные кубики нам никакие при этом не ввели. Ну, мы кубики тягали через шестилетие как раз какие-то события там и так далее, но вот пак теперь появился у нас теперь пак. За 70 баксов можно купить 4 лрных кубика, плюс еще 2 URных на выбор. На выбор, видимо, это как раз таки здесь из самых последних книжек, которые к нам добавляли месяца 3-4 назад уже точно не помню, плюс еще даже есть лимиты эмблемы. Ну, кстати говоря, этот пак на Корее стоит сотку, у нас он стоит 70, поэтому тут немножко, так сказать, региональные цены. Так, дальше, значит, плюс еще у нас добавили здесь коллекции с морфами. Вот, обратите внимание, вот здесь вот есть морфы, которые на 8, на 9 идут, которые нельзя достать из этих коробок, но вот покупая тут, получается, 6 у нас паков, вы закроете, а всего их 10 новых этих коллекций, получается, вы 6 из 10 закроете, плюс еще получите URную точку на 13 сразу же. Вот, ну и предыдущие у нас сохранились, продажи тоже в том числе. Так, а вот, кстати, вот эти паки, которые идут новые, они по сотке, а вот на Корее они, наоборот, по 70, поэтому тоже, так сказать, на Корее теперь региональные цены. Вот, значит, что тут у нас еще нового есть? В магазине наборов у нас есть, так, чтобы Нью, а что тут Нью у нас добавилось там? А, так это, а, ну да, в принципе, это можно в двух местах его смотреть и там, и там. Плюс у нас в снаряжении добавился пак, новинка, еженедельный набор героических заклепок. Тех, кто активно собирает геройские заклепки, мы теперь видим, что их теперь можно регулярно покупать каждую неделю, получать по 50 баксов, две геройские заклепки, плюс еще здесь можно потягать и может рандомно еще одна выпадет. На самом деле тоже очень хороший пак в плане того, что закрывая геройские заклепки, вы получаете дополнительные пассивные статы уникальные, которые тоже вам дают хороший такой буз для персонажа. Так, и что тут у нас еще нового интересного из доната? Да, наверное, пожалуй, все. Так, сейчас я еще так быстренько форум гляну и что-то прям... А, ну, стоит обратить внимание, что доступно снова в продаже у нас в магазине алмазов есть паки 1000 плюс 1000, ну 2 плюс 2 и 5 плюс 5000, которые, соответственно, если вы купите, обменяете это все дело на красные, плюс у вас бонус заполнения будет и вы вот суммарно получите 66 тысяч красных, что, в принципе, тоже неплохо, как раз таки, покупать на них потом коробки с морфами. Так, вижу, что здесь у нас... они чем-то еще раз нам напоминают, что у нас сохраняется в продаже в специальном магазине петы, вот эти вот красные оба. я так понял лишь, что это что-то как-то странно. Ну да, они сохраняются, только в чем прикол. Ладно, не совсем я понял, что тут за жеребец, что это означает. Может быть, у нас обновился магазин, который идет через... Ну, каждый день, который меняется, вот про этот магазин идет речь, может быть, там что-то новое добавили в нем, кстати, на морфис купить. Вот, поэтому как-то на форуме всем понятно. Ладно, это мы поглядим потом. Также у нас добавились новые итемы в магазин коллекции событий. Значит, у нас теперь можно в Ярость Линдвера покупать заклепки за красные. И в магазин эпизодов Стражи Востока тоже можно покупать за красные заклепки. И здесь тоже можно покупать на гунир заклепки тоже за красные кристаллы, которые раньше можно было брать только за деньги. Так. Ну, куча всего у нас закончилась продаваться, потому шестилетие мы отпраздновали. Ну, давайте под конец, наверное, по традиции теперь поговорим, что нас ждет еще впереди. А впереди, на самом деле, мы уже все практически, считайте, мы Корею догнали. Нам, как обычно, обновы пихают там по две, по три в одну. Ну, и по сути, мы теперь отличаемся от Кореи, наверное, только за счет того, что у них недавно ввели ЛР-ные карты монстров и новый плащ. И все на этом, в принципе. И плюс еще у них сделали единую сложность для стражей храма и круга призыва, которые у нас уже тоже написали в заметках. И, скорее всего, у нас это введут через две недели, когда будет вторая июльская обнова. Там, наверное, тоже нам добавят. А может быть, туда же и запихают еще какие-нибудь там плащи тоже и карты монстров. И вообще, в итоге, считайте, что мы Корею догнали. На этом все, как бы. Можно, так сказать, удалять игру. Игра пройдена. Шутка. Так, ладно. Ну, в принципе, наверное, там все. Обнова маленькая получилась. Ну, тут у нас все активно сейчас тягают морфы. Все не до этого. Видно, что там нон-стопом идут надписи в мире. Поэтому, все, кто натягал себе хорошие морфы, поздравляю. Вот. Ну, и всем пока.